Добрый день, клиника Натадент. Сегодня мы поговорим о том, как совмещать разные способы гигиены. Все вы уже знаете о том, что для гигиенических процедур полости рта у нас существует несколько видов продукции. Такие как зубная щетка, зубная нить, флосс, ирригатор. А также большое количество на выбор и вкус, оживательных резинок, драже, ополаскивателей, пенок для поддержания гигиены полости рта вне дома. Вот мы сегодня поговорим о том, как сделать систему гигиены в домашних условиях. По поводу того, с чего начинать. Я рекомендую начинать гигиену полости рта с обработки зубной поверхности флоссом. Поскольку зуб умеет у нас пять поверхностей, три из них, которые мы можем доступно и легко почистить щеткой, то две из них, боковые, они для щетки достаточно труднодоступны. Поэтому для того, чтобы качество гигиены повысить, существует такое средство, это зубная нить флосс. После этого мы приступаем к основной процедуре гигиены зубной щетки. Движения должны быть от красного к белому и занимать не более 5-7 минут. Одно из самых важных дополнений к гигиене полости рта является ирригатор. По поводу ирригаторов моя рекомендация заключается в следующем, что начинать надо пробовать чистить ирригаторами с очень маленьких скоростей. И не использовать его больше двух-трех раз на неделю, желательно это делать и на ночь, если нет никаких других показаний от лечащего вашего стоматолога. Жевательные резинки, в которые уходит ксилит, помогают снизить уровень стриптококка Мутенс в полости рта за счет того, что там содержится молекула ксилита, которую стриптококк Мутенс не может переварить, и поэтому он погибает. Есть еще, существуют такие конфетки, в которых тоже содержится ксилит, и которые можно заменить на какое-то время сладости для детей. Но не более двух-трех конфет в день. Гигиена вне дома. Чем мы можем помочь нашим зубам, когда мы находимся не дома, и не можем почистить зубы, прополоскать рот специальными средствами, или достать свой ирригатор и почистить им зубы? Будем работать в трех направлениях. Первый, существуют пенки, которые помогают растворить налет, который находится на зубах. Второй, существуют специальные жевательные резинки, драже, конфеты, в которых содержится ксилит, который помогает снизить количество стриптококка Мутенс в полости рта за счет того, что у молекулы ксилита не переваривается стриптококка Мутенс. И третий компонент, повышая PH слюны, мы таким образом тоже боремся с средоносными бактериями. К этому можем отнестить обильное питье. Что вы выберете, что вам нужно, что на вкус? Вы можете сочетать все три этих компонента. Вы можете поочередно делать только пенку, только пить. Или можете все объединить в целое. Наш результат главный, чтобы у нас были здоровые зубы. Жевательная резинка, которая содержит ксилит, она очень полезна, на мой взгляд, после приема пищи и желательно пожевать в течение 10-15 минут, но не более того. После 10-15 минут наступает ишемия парадонта, которая для нас, в принципе, неблагоприятно сказывается для наших зубов. Как четко понять, что эта минута наступила? Как только вкусовые ощущения заканчиваются, все, жевательная резинка должна из полости рта быть удалена. Мы все сделали, мы молодцы. Дрожжей, содержащий ксилит. На мой взгляд, для детей младшего школьного возраста это очень полезное изобретение. Потому что ребенок не может проконтролировать ситуацию с жевательной резинкой, он может ее проглотить. Он может ее жевать достаточно долго. А дрожжей – это бонус в качестве поощрения. Он может его рассосать, он может детеныш его разгрызть. Он все равно принесет пользу, потому что молекулу ксилита поступит в полость рта. Для того, чтобы закрепить наши знания, мы говорим следующее. Для того, чтобы поддерживать гигиену в полости рта, мы пользуемся флоссами. Начинаем ими до гигиены зубной щеткой. Мы пользуемся ирригаторами не больше 2-3 раз в неделю. А также, когда мы находимся вне дома, мы помогаем поддерживать чистоту полости рта с помощью пенок, с помощью жевательной резинки с ксилитом, дрожжей с ксилитом и обильного количества воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова